Всем привет! С вами Елена Исмогилова. И сегодня мне хотелось бы коснуться всего лишь одного злободневного вопроса, который нам с вами, партнерам компании Essence, задают. Сколько стоит ваш аромат? Вы называете стоимость этого аромата для клиентов. Те, кто пользуются ароматами от Ariflame, Evan, Faberlic, им это дороговато. Так они во всяком случае говорят. Те же, у кого проторена дорожка парфюмерной магазины, которые из года в год слышат со всех сторон о том, что брендовый парфюм в этих магазинах оставляет желать лучшего, все-таки свои заветные 100-200 долларов там оставляют. И когда слышат от нас ответ о цене, задают вопрос. А что это за цена? Это что? Версии, копии, подделки, реплики? Вы знаете, вопрос всего лишь в одном. В таком понятии, как ценообразование, очень мало людей знают об этом. Из чего составляется стоимость? Люди, когда покупают ароматы за 100-200 долларов, за 200 долларов, так определимся, они считают, что цена гарантирует качество. Отметьте. Дело в том, что духи – это выгодный товар. Производство, объемы производства духова, если мы касаемся сегмента класса люкс, это массовое производство. Поэтому в конечном итоге себестоимость парфюма невысока. А вот при продаже в розницу ароматы дорогие. Вот на этой разнице это очень выгодный парфюмерный бизнес. И на этой разнице и наживается. Обратите внимание на флакончик. Мизерный по размеру. И сопоставьте 200 долларов где-то эконом-класса пылесос. Представьте объемы поставки духов любого парфюма, любой версии. Поэтому если вам говорят, что за 200 долларов это гарантирует качество – нет. Во-первых, 200 долларов не стоит аромат. Ну, 15-20 от силы в этой стоимости стоит сам аромат. Ну, 3-5 долларов пойдет на флакон. Флакон. Все зависит от того, какой флакон. Ну, доллар-два по максимуму, я говорю. Это упаковка, коробка. А все остальное – реклама, бренд. Вы никогда не обращали внимания, если вы покупаете в парфюмерных магазинах ароматы, на какой полке стоит тот аромат, который вы выбрали? На правильный, на уровне глаз, в поле зрения. И заметьте, это называется входным билетом аромату. И за него вы платите своей стоимостью. За то, что этот аромат вошел и стал на нужной полке. А за то, что он стоит не один месяц, премиальный ежемесячный, который тоже в стоимости ваших ароматов. В конечном итоге 40% вы платите магазину. Я не говорю про ангажированных консультантов. А еще 15% вы заплатите оптовикам. Совсем недавно, в январе, наверное, все слышали о том, что была продана лимитированная выпуска аромата опера «Прима» от Бугари, которая была создана в 2014 году, неважно. Сам флакон – это произведение, это шедевр ювелирного искусства. Я не буду перечислять все те драгоценные камни, которые и как вручную этот был сделан флакон. О нем описания так много, и там несколько строчек об аромате. Как вы думаете, сколько стоит на самом деле аромат? Сейчас мы продаем произведение ювелирного искусства. В нашей же компании мы получаем продукт напрямую от производителя. Между нами нет жадных посредников. У нас нет наценок, у нас нет рекламы, мы рекламируем эту продукцию. В нашем виртуальном интернет-магазине нет правильных полок и нет аренды. Мы все сейчас покупаем в интернете, начиная от еды и заканчивая недвижимостью, да чем угодно. Нам удобно, комфортно, в кресле и главное не спешно. В нашей компании она молодая, наша компания. А значит любая компания амбициозна, я уверена, что она амбициозна. И она хочет завоевать парфюмерный мир красоты и здоровья. Поэтому любой, кто стремится к этому, как и наша компания, делает акцент на качество. Сейчас нередко мы слышим разговоры, но давайте признаемся, что в сетевых компаниях качество хорошее в парфюмерии. Поэтому у нас такая объяснимая, понятная и доступная цена в компании Essence. Потому что очень многих трат и расходов у нас нет. У нас есть только качество. Спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч.